Всем привет, друзья! С вами Михаил. Игра Idle Heroes. И сегодня в видео, ребят, хочу поговорить о первом космогерое. Рассказать вам свой опыт создания первого космогероя. Какие проблемы, какие плюсы. Поделиться своим опытом. Это будет такой субъективный гайд. Немножко он не будет, как у других ребят. Здесь на своём аккаунте, ребят, я проверяю советы. И делюсь своим опытом после применения этих советов. Или, если я делаю по-другому, что с этого выходит. Надеюсь, видео вам будет полезным. Понравится. Если оно вам понравится, не забывайте ставить лайк. Подписываться на канал. Самая лучшая поддержка, ребят. Итак, погнали. Есть очень много видео, ребят, на каналах других ютуберов. Которым они рассказывают, что мы играем, например, через Элоизу. Под неё делаем там весу. Ломака. Вы можете это всё посмотреть у них на канале. Ребят, Миллиодас, Акудемон, Ангел. Смотрите, очень хорошие советы. Я же, ребят, решил сделать Аспина первым героем. Исходил из того, что я его по максимуму, ребят, залью. И буду через него одного, по сути, играть. Но вышла проблема, ребят, следующего характера. Я обсчитался, делал вывод о том, что у меня после создания Героя Превосходства откроется Звёздная Компания. В этой игре она не открывается при создании Звёздного Героя. Она открывается после прохождения. А здесь... Здесь это упирается в 130-й уровень. Я не могу проходить нон-стопом. Сколько я могу пройти, чтобы допушить до Звёздной Компании. И дальше играть через Аспина. Через Аспина, ребят, играть и проходить намного легче и быстрее, чем через Элоизу. И связку её с Весой или Айломаком и всех остальных саппортов для Элоизы. Это была моя первая ошибка. Теперь я сижу и жду, чтобы влить тоже ядро от сублимации. Потому что, ребят, не могу я их влить. В связи с тем, что не открыта у меня Звёздная Компания. Печально, 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 печально. Но ничего не сделаешь. Я начал искать плюсы и проверять во всех локациях. Итак, во вратах пустоты, врата королевства. Поначалу с Элоизкой я остановился на тот момент, когда я создавал ребят Аспина. 66-й уровень. Тикс был 16 звёзд. По-моему, 10 звёзд керри. И дальше я не мог вообще проходить. Как только я сделал Аспина в первые дни, я скатился до 40-го. Сейчас спокойно бью 45. Даже пробовал 60-66. Где-то 80-70 процентов. Я прохожу с первого раза. Проблемы, как обычно, с Горудой или с Тимой. Остальные все вроде более или менее проходятся. Но я всё ещё продолжаю тестить. Так как атаки я себе прибавил, увеличился, соответственно, урон. Начинал я там совсем со смешных цифр. И в этом была проблема. Через Аспина, ребят, можно играть. Или через Жезл Жуи и контроль с первой обычной атаки. Он накидывает контроль, дальше ультует и разбирает пачку. У меня Жезл Жуи сейчас нету. Я играл через мелодии струны. Через струны, ребят. И для струн это ульта. И ультой в идеале надо сразу одного персонажа, который больше проблем всего приносит, убивать его. Дальше после убийства он по всем пробивает. Ну, короче, разбирает дальше пачку без проблем. Но надо в первом раунде желательно в идеале пробить. Иначе дальше могут возникнуть проблемы. Аспина могут законтролить. Аспина могут энергию снять. Та же кэри очень много проблем ему создает. И начал, соответственно, ребят, очень по максимуму поднимать ему атаку. На данный момент это 748 тысяч. В идеале бы, конечно, миллион, ребят. Но с учетом того, что у меня камень Б, пользователь Бебра, большое спасибо. Он подогнал мне алмазы. И я смог бы копию себе купить. Если у вас будет копия ниже, естественно, атака будет у вас ниже. И проблем будет намного больше. Ребят, сразу надо ему поднимать атаку. В облаке, в облачном острове, ребят, у меня стоит только один арендатор. Это кэри. Потому что я так резко себе решил эту стратегию поменять. И не подготовил заранее. Не подготовил заранее арендаторов. И это вторая ошибка, ребят. Поэтому отмечайте себе. До 130 уровня вообще в Аспине нет смысла. Можно себе сделать весу или Айломака. А потом их можно будет разобрать или поменять на Аспина. И, ребят, второе. Сразу, если вы себе решили, например, того же Аспина сделать. Сделайте вы его немножко позже, чем я, ребят. Потому что я себе его делал. Ребят, я себе его делал. Выкупал даже в нашем парящем приключении. Здесь даже выкупал фиолку. В ивентах тоже, где была фиолка, я думал, что если быстрее себе сделаю герой превосходства, это как-то повлияет. Но я ошибся в игровой механике. И поэтому, если вы будете делать все правильно и брать только синьку, то вы где-то на месяц, наверное, на месяц позже сделаете. А в итоге, ребят, вот этот месяц, сейчас, если еще неделя пройдет, но, наверное, я возьму только 125 уровень. Приблизительно вы вот в такой уровень и выйдете. Вам останется там подождать, наверное, недель 6-7 приблизительно до 130 уровня. И тогда можно будет уже переходить на Аспина. Как-то так, друзья. В Вихре Пустоты с Элоиской я доходил до Храбрец, ребят. На уровне я Храбрец дошел и доходил до Храбрец 4 максимум. После создания Аспина и его настроек, ну, Храбрец 5 это мой лучший результат. На данный момент не хватает атаки, не хватает атаки, не хватает саппортовому. Сброшенная Алоиска тоже не сильно помогает. Поэтому команду, прямому команду надо сразу тоже стараться подготавливать. Ну, по сути, не сильно я бы там просел, ребят. Сказать, что прям совсем плохо тоже нельзя. В подземелье Аспина я закончил на смерть, ребят, смерть 50. Алоиска затащила стиксом. Аспином есть видео на канале, можете посмотреть. Вообще налегке я прошел с небольшими настройками, с проблемами самого нра. Я закрыл до чистилища, ребят, чистилища. Дальше прям совсем жестко, я даже еще не пробовал. Как вы видите, я на сервере 23. Все благодаря Аспину, в этом его большой плюс. По землям печати, Алоиска у меня на тот момент застряла на 21. С Аспином я на 22. На 2-м спокойно, дальше, дальше проблемы. Скорость, конечно, можно ему поставить, он быстрее будет бить. Но не хватает, ему не хватает помощи. На 2-м, 3-м пробивают. Пока еще нужна поддержка ему. Башня забвения, башня грез. Ребят, с Алоиской я, башня грез. Первая глубина доходила до 14-го, 15-го этажа. И там застревал пачка Алоиза. Алоиза пачку 2 тикса, 2 эливии. Вообще никак не может ее пробить. Это будет потолок, потому что эти 4 персонажа. Ну, 2 по 2 называем. 2 тикса. В 0 срезают ей атаки, и ничего не получается. Аспин пробивает их, но дальше. Глубина 2. Вообще можно не пробовать. Я 5-й, 6-й этаж максимум смог подняться на глубине 2. А на глубине 1 доходим до боссов. И там начинаются тоже проблемы. Ну, по сути дела, ребят, то на то и вышло. По арене очень-очень тяжело. Без Алоиски. Пачки с Алоиской разбирают мою пачку намного быстрее. Правильная составленная пачка. И командная арена проблемы. И звездная. Ну, звездная арена, там можно арендаторов себе понабирать. Если ты побеждаешь испытания чемпионов. И обычная арена, и межпространственная арена, я приблизительно на один уровень спустился. Если я там наблюдатель в межпространственной, с Алоиской, в доме, был наблюдатель 4, ребят. Здесь я на наблюдатель 5. И то еще пришлось побороться. Пришлось побороться. В общем, такие результаты, ребят. В звездной экспедиции пока тоже прям один. Прям один на таком уровне Аспин. Ничего там прям вам не затащит. Ему тоже нужны саппорты. Тоже нужна поддержка. Королева там в форме превосходства. И, естественно, Елена. Так что, ребят, задача, если делать Аспина, его надо сразу подготавливать команду. Или очень сильно раскачивать ему атаку, чтобы он соло все тянул. В общем, такой вот опыт у меня получился. Теперь я жду следующего, ребят, игрового месяца, чтобы начать заниматься прям усиленно арендаторами у Аспина. Это Дрейк и Анкинимару. Вот это у меня основная задача. Надеюсь, хотя бы 1000 на 50-60 поднять ему атаку. И дальше продолжать свои тесты. В общем, такое видео получилось, друзья. Надеюсь, оно вам будет полезным. Понравится, всем хорошего настроения, мирного неба над головой. И до новых встреч.